Доброе утро! Мы обещали, что к нам придет сегодня гость. И вот он, Аркадий Олин, участник программы «Давай поженимся» на Первом канале. Доброе утро, Арка. Доброе утро всем. Ну что, рассказывай, для чего ты туда отправился? Действительно искать свою любовь? Нет, на самом деле такого не было. Я просто где-то совершенно случайно нашел человека, который занимается подбором участников по кастингу. Они написали, что у вас очень интересная страница, вы вроде интересный человек. Не хотите ли принять участие в нашем шоу? Ну я говорю, ну я на самом деле вот прям так не ищу себе невесту. Она говорит, ничего страшного, это просто воспринимайте как какое-то некое интересное событие в вашей жизни, не более того, и приезжайте. Я говорю, ну давайте попробуем. Хорошо, и что в итоге? Ты отправился в Москву. Кто тебя там встречал? Да, все было организовано на достаточно нормальном уровне. Мне были оплачены билеты до Москвы. Меня там встретило такси, довезли до студии. На студии встретил администратор, проводили до съемочной студии. Нас подготовили к съемке, причесали, и мы пошли потренировались и пошли уже участвовать. То есть ты приехал прямо в день съемок, да, и сразу же с корабля на бал? Да, то есть с корабля на бал, все в один день. К утру приехали, в обед прошли съемки, все закончилось. Потом я уехал на вокзал, сел на поезд и приехал домой. Хорошо, ну ты слушай, так все быстро рассказываешь. Это же не просто ведь программа, не что, где, когда, да, там, где тебе вопросы задавали. Там же практически решалась твоя судьба, а вдруг одна из невест была бы реально той. Об этом ты не думал или как-то ты об этом скрываешь сейчас? Ну, можно так сказать, что на самом деле все серьезно. Но не забывайте, что это шоу получиться могло как угодно. Но все ребята, вообще практически всегда, кто принимает участие, по моему мнению, что просто вот события в жизни, приехали, провели время и уехали по домам. То есть ты считаешь, что это просто какое-то событие побывать на центральном телеканале, сняться в одном из ведущих шоу на нем? Просто так, ну, было и было. Ну, что, господи, я шашлыки каждый день жарю, ну, что там? Ну, типа того. Слушай, расскажи, пожалуйста, какие у тебя были невесты? Хоть одна понравилась? Еще до выхода программы я, на самом деле, ее не смотрю. Ну, так, не моя целевая программа. Я ее не смотрю, но перед приглашением я решил пробежаться, ну, посмотреть, какие бывают вообще участники, что задают, ну, чтобы иметь минимальное представление. Я открыл несколько роликов. Ну, я думаю, что невесты в роликах, которые я смотрел, были достаточно интересны, но не совсем в моем вкусе, а некоторые совсем. Я такой думаю, вот же, если меня с кем-то позовут, что я буду, как я выйду. Когда мы с ребятами увидели невесту, которые были, все были очень-очень приятные девушки, и нам просто все понравились, поэтому мы уже не переживали, были готовы, ну, не зная их характера, готовы были пообщаться, выйти с любой уже. И кто в итоге, какого ты выбрал? Так, ну, получилось, что сам я никого не выбирал, пары составляли... Все в порядке, это эмоции, это были эмоции, да. Пары составляли непосредственно сами ведущие, мне выпало с третьей невестой выйти. Там поменялись правила или так? Да, там совсем другой формат сейчас. Изначально был один жених, три невесты, была одна невеста, три жениха, а теперь три жениха, три невесты приезжают без поддержки друзей. Просто сразу же три жениха выходят за стол, знакомятся, потом три невесты, и ведущие составляют уже какие-то вот пары по своему видению. Так, и какая у тебя была девушка, как ее звали? Вот не поверите, я даже не помню, как ее звали. Валентина. Вот такой вот он, кировский, да, жених поехал, даже не помнит, как зовут. Так, симпатичная была? Да, вот это я помню, что приятно. Так, и чем она хотя бы занимается? Мы сейчас, может, из какого-то города, мы сейчас, дожди меня будем, тебя отправлять придется. Ну, как сказали ведущие, занимается она организацией детских праздников. Так, и что? Это все, что я не знаю. Смотрите, как получается. Мы же сидели в комнате для женихов, и то, что происходит непосредственно в зале, мы не могли слышать. Нам что-то читал, ну, человек, который рядом был и, ну, там, подсказывал, там, нам какие-то наводки давал, чтобы нас снимали, чтобы мы говорили какие-то фразы, вот. И поэтому мы просто могли о невестах, вот, ничего даже не знать, ну, по большому счету, ну, либо пропустить, когда думали, что нам сказать, когда нас снимают, ну, пока мы сидели в комнате женихов. Ну, а после-то уже, когда, вроде бы, у вас почти парочка была, да, ну, ты захотелось мне дальше-то пообщаться, не знаю, мы же телефончиками обменялись, ВКонтакте друг друга нашли. Телефончиками мы обменялись, но не с той девушкой, с которой мы выходили. Ух ты, как интрига, слушайте, ну, просто сериал можно снимать, все, оказывается, самое интересное было за кадром, да? Слушайте, а там же есть, я давно смотрел, честно, но смотрел, я признаюсь, там же какие-то творческие номера еще. Да, были, на самом деле, это называлось сюрприз от жениха или сюрприз от невесты, и получилось так, что номер только подготовил я, и как потом сказали, а мы посмотрели, у тебя страницу, ты вроде интересный человек, вот ты их готовь, да. Да, и как раз с этим и связан некий фурор, который там и произошел. Я сказал, ну, в принципе, времени мало, ну, потому что вот уже, когда решилось, что ехать, оставалось буквально 4 дня, ну, там, небольшое время, и сказали, подготовь нам номер, сыграй на балалайке, потому что мы видели, что ты там играешь. Я говорю, ну, время мало, я могу постараться что-то сделать. Ну, я что-то постарался, что-то сделал, приезжаю, и мне приносят балалайку, а на ней три одинаковых струны. Вот, и я говорю, как я буду играть, тут же три одинаковых струны, ну, представьте, там, на ней три струны, на гитаре шесть, но если все одинаковые будут, ну, как на ней сыграть? Мне говорят, ты возьми, сыграй что-нибудь, и все. Я говорю, ну, представляете, как, была бы она без струн, сыграй что-нибудь. Они говорят, давай, уже сейчас выходить надо, играй, и все. Я кое-как настроил ее, ну, в тональность пониже, и, исходя из того, что было, то и изобразил. А так, я думал, что должно было бы получиться несколько интереснее. Тут, кстати, можно потом какой-нибудь видеоролик наш ставить, где мы нормально играем. Так, хорошо, я думаю, что вы найдете, друзья, на странице у Аркадия, в Ютубе, да, наверняка они все есть, да, у тебя эти замечательные ролики? Я так смотрю, человек-то пошел дальше, пошел гулять. Так, и? Скоро он примет еще в одном шоу участие, я не буду говорить в таком. Да что ли? А мы можем раскрыть секреты, между прочим? Мы можем? Да, мы можем, потому что на самом деле, правда, что сразу после этого ты решил продолжить свой телевизионный путь, да, и теперь ты, скоро мы тебя увидим на Девятка ТВ в шоу Шоперы? Это так неожиданно. Да, друзья, вот так вот. Увидите, какой у нас замечательный герой, он не только в «Давай поженимся», он еще и в шоу. А кто знает, вот ты, может быть, там не только свой стиль найдешь, но еще и невесту, кто знает? Ты ведь пока холостой парень. Сердце твое свободно? Скажи «да». Сегодня день положительных ответов. Да, сегодня нужно отвечать. Ну, в общем, пока задумался. Жены нет, детей нет. Задумался, задумался, Аркадий. И знаешь, что нам интересно для тебя провести небольшой облиц-опрос. Отвечать нужно быстро. Первое, что придет, в голову, да? Давайте. У нас есть вопросы к тебе, как к холостяку. Как к холостяку. Да. Представь, что я с обитого, это Гузеев. Ну, это сложно представить, но ничего. Поехали. Блондинки или брюнетки? Все цвета волос. Жена или любовница? Быстро, быстро, быстро нужна. Не то, не другое. Чистая посуда или наименее грязная? Чистая. Какой ты молодец. Щетина или гладко выбритое лицо? Щетина. Ай, ты молодец, я заметил. Теща или ее отсутствие? Хорошая теща. С блинами. Ох, как. Приборка или игровая приставка? Приборка. Какой он правильный, а? Я по-другому отвечал. Мы в шоке. Одинаковая пара носков или подходящая по цвету? Любая. Могут быть разные. Лишь бы чистые. В гараже с друзьями или в кино с ней? В кино с ней, потом все вместе в гараже с друзьями. Глухарь или отчаянная домохозяйка? Шоу-шоппер. Вау! Вау! Ай, нет, нет, ура! Хорошо, у меня еще один вопрос остался. Сабитова, Гузеева, Милина или Кропотов? Кропотов, конечно. А Милина? Пам-пам-пам-пам! А я думал, Милина, это ты уже, давай поженимся. Нет, я не издавай поженимся. Много женщин или мало времени? Мало времени. Так, раздельный или общий бюджет? Частично совместный, частично общий. Научился, да, отвечать уже, давай поженимся. Роза Сибитова или Лариса Гузеева? Не знаю, был у нас такой вопрос? Милина или Кропотов? А теперь Лариса Гузеева или Роза Сибитова? Нет, никто. Милина. Вот теперь правильный ответ. Там-дам-дам-дам снова. Ну что, спасибо тебе большое, что это утро ты пришел к нам, рассказал нам о том, как же проходят съемки. Это, кстати, очень интересно, полезный опыт. Мы надеемся и уверены, что увидим тебя еще в шоу Шопперы. И это будет не разовая программа, будем очень за него болеть, за Аркадия, да, друзья? Так что смотрите, уже в декабре новый сезон четвертый шоу Шопперы. Ну а прямо сейчас латинская зарядка, мне кажется, тебе понравится. Давай посмотрим. Давайте. Давайте.